Ха-ха-ха-ха-ха-ха! А таких приговоров у него было больше сотни. Деятельность Сайди Янгулбаева могла бы так и продолжаться, но за недобросовестное исполнение служебных обязанностей Сайди был уволен. Позже сын Сайди Ибрагим сам оказался по ту сторону тюремной ограды, попавшись на администрирование паблика ВКонтакте и Волчий кредо, разжигающем межнациональную рознь и оправданий действий террористов, действовавших на территории Чеченской республики в 90-е годы. В своих действиях Ибрагим признался в полной мере, однако вскоре был отпущен на свободу в связи с декриминализацией статьи. Сам судья с женой Заремой, дочерью Алией, перебрался в Нижний Новгород, а его сыновья Абубакар в Пятигорск, где начал работу в так называемом Комитете против пыток, признанном иностранным агентом, а Ибрагим и Байсангур в Европу, где создали телеграм-канал АДАТ, который целиком и полностью управляется отцом семейства, Сайди Янгулбаева. В данном ресурсе публиковались различные призывы к насилию, оправдывались террористические акты, совершенные в России, публиковалась ложная информация о властях Чеченской республики и Российской Федерации, прямо разжигалась межнациональная рознь. Паблик вел свою деятельность анонимно и не раз утверждал, что меры безопасности настолько серьезны, что администраторы даже лично не знакомы друг с другом. Свет на ситуацию пролился после публикации расследования «Риафан», в котором оказалась и видеозапись признания Ибрагима Янгулбаева в том, что он является администратором данного канала и что он находится на территории России, а именно в Нижегородской области. Я создатель и главный администратор народного движения «АДАД». И как видите, я не нахожусь в Европе, а в России, а это Нижегородская Кремль. Помимо данного признания в наших руках оказались выдержки из семейного чата семейства Янгулбаевых, в которых прямо доказывалась информация, что «АДАД» — не народное движение, а семейный бизнес. Оттуда же и становится ясно, что Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы находятся в Литве, что подтверждается тестом на коронавирус и фото с марафона в Вильнюсе. Данный чат прямо разоблачает слова старшего из братьев Янгулбаевых, Абубакара, о том, что он не имеет никакого отношения к данному телеграм-каналу. Причастность к телеграм-каналу «АДАД» отрицали и остальные члены семейства Янгулбаевых. В ходе допроса меня спрашивали о моей деятельности в комитете против пыток и о моей причастности к телеграм-каналу «АДАД». Я проходил в качестве свидетеля, но при этом мне сообщили, что на меня было сделано донесение о том, что я якобы модерирую, что ли, либо пишу для телеграм-канала все эти тексты. Естественно, это не так и фактически это неправда. Я это отрицал, и кто за этим стоит, я не знаю. Но почему же на видео Ибрагим говорит, что он находится в России? Дело в том, что на момент записи ролика он действительно находился в Нижегородской области, а опубликовать его собирался значительно позже, когда будет закончено важное дело. Родители братьев Янгулбаевых все еще находятся на территории России и, как удивительно, проживают в той же Нижегородской области. В данный момент братья Янгулбаевы при помощи различных организаций и отдельных личностей пытаются вывести родителей из России, а потом собирались в очередной раз пустить пыль в глаза подписчиков, открыв лица и заявив, что они находятся в России и ведут бесстрашную деятельность. Представляем вам саму переписку в семейном чате Янгулбаевых. Тут мы видим, что сайди Янгулбаев делает замечание сыну, выражая недовольство сокращением подписчиков на канале. После чего Ибрагим скидывает, успевший стать известным, ролик с групповым избиением бывшего сотрудника МВД по Чеченской республике в Турции. Стоит отметить, что при первой публикации данного материала Адад заявляли, что не призывают к насилию, а на видео продемонстрирована народная месть, осуществленная неизвестными лицами. Однако один из братьев выдает информацию в своем голосовом сообщении, что нападение организовано ими, совместно с Шакей Хасана Халитова. Стоит отметить реакцию главы семейства, судьи с юридическим образованием на данный материал. «Порожает, что человек искренне ненавидящий чеченский народ, вершил судьбы простых граждан. Как и здесь? Старший из братьев Абубакар объясняет последствия подобных действий, но его слова мало убедили радикальную семью. Как минимум соучастие ты в этом принимал и тот мужик, которого избиваете, будет обращаться цивилизованным путем, будет возбуждено уголовное дело. Если это произошло в Турции, то в Турции его возбудят и будет вестись расследование и возможно привлекут к ответственности. Турция давно известна своими симпатиями по отношению к террористам, осуществлявшим свои действия на территории России. На сегодняшний день в Турции в статусе политических беженцев проживают лица, совершившие и организовавшие самые разные террористические акты, от захватов самолета с заложниками до бесланской трагедии. Младший брат Янгулбаевых, Байсангур, скрывающийся в чате Адат под ником Юртхо, является довольно вспыльчивой и закомплексованной личностью, раздающим баны направо и налево за любое инакомыслие в чате Адата. Тут он в своем голосовом сообщении признается, что шайка Хасана Халитова работает при полной государственной поддержке турецких спецслужб. Это, это, второе кувал Варшвирсо. Варшам идутся дальше, развиваться дальше. Они хотят сначала ЧОП открыть, ну, как минимум в той же Турции, а потом из ЧОПа и ЧОВК, ВЧК или ЧОВК, или ЧОВК, или ЧОВК, частная военная компания. Типа, это открыть, это, 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 это. ДИГДИЧЕ МИНЦОХУ ИЦАЯ ХАРИИ И ГРУП ОППОЗИЦИОННЫЙ КАНАЛ, ЛЮБОХ, ШОЛИ, ИТАГДАЛЯ. ХИРАЯ ЦЕРКАЯ ХАМУ ХУИНЕР ИТУМ СОСДАЯМИ ПРОСТО БОЛТАЯШЬ, ХИРДАРТИГАК, ЧОВК, ХИРДАРТИГАК. А по поводу этого, ВЧК, ВЧК, вообще, в принципе, ИДОЛ, ЦАНИ, БЕЙ, ИЩАЯ ЦБАРКАС, ОН ДОГОДОЛШЬ, да? Типа, это только с ними, ты сотрудничаешь, договариваешься, только таким образом, потому что ВЧК, ну, полный герз, шайк, техник, не техник, ужин, нахм, бэвиш. Методы турецких спецслужб известны многим, в том числе и Абубакару, который предостерегал братьев от подобных действий, но поддержки не получил, ведь его заверили, что турецкие спецслужбы дали полное добро на самосуд над так называемыми кадыровцами, вплоть до убийства. Это длится до поры до времени, пока не прикрывают всю эту тему окончательно. Ну, то есть, очень часто государство само создает преступную ячейку для того, чтобы накрыть ее и сказать, вот, мы их побили, побороли, видите, как круто, yes, здорово, и все довольны. Ну, еще и декор, в общем. Турция собирает пешку наху-нахбу. Украина, регу addressing все теmatы. Тут нет никаких проблем. Адад заявляет, что делают свою работу с целью поддержки угнетенного чеченского народа и работают исключительно в его интересах. Однако некоторые голосовые прямо раскрывают истинное отношение канала к чеченскому народу. Даже мирного путю, а что мешает людям, действительно, независимости, просто выйти на улицу и выразить протест. Но почему-то даже один человек с пикетом об этом не выходит, но выходит на митинги в поддержку Кадырова. Мил Ави, кто там будет вообще воевать за эту идею? Вообще там люди стали овощами, это сплошные рабы. А то, что в Эрнаш митинге... Эрнаш митинге в Бейра-бат. И да, юш амабар овощ ищу. Дегдиш ос лично цаент и цаа расшуч саяц. Идутся дам. В Европе аж бонаш бать юшан хегейна. Хегейн было. Юш агу из... Из, точнее, цаам я... Ей... 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 Ах, чеделан, и... Информацию, я хум... Вообще юш а тоже шай... Дасу и шай тоже умадешь аж, юш а бать. А зачем им это давать? Потому что... Это... Они хотят. То есть... Ибряшкан ля, Сун тоже ля. А цеверцани бешан на ля. То есть не ради них, а ради себе. Как раз, Эбу Халид и муфти, яхта, ох, собрать, венок, тига, несколько, нах, буй, бюч. Нахан, ха, ма цихай шариак, муду, муду, ца пищер, на нах, санма, бюч. Ислам ачдин 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 аачдин ачдин 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 окат. Потому что не образованное быдло, короче, в религиозном плане. Цендер и быдло воспитать бы цивилизованное бы динец агу. Создать и не приют, чтобы таке это дует. Турецкий ай-долань шай-да-кум доев, шути-гах. Короче, всё нормально. Мы это всё контролируем. Вообще, адад – это горский закон, регламентирующий отношения между людьми. Он предписывает всё то, чем славится чеченский народ. Уважение к старшим, скромность, порядочность. Однако название канала должно было быть другим, ведь с реальным адатом у него нет ничего общего. Послушайте разговор матери, отца и сыновей в семейном чате. В поисках приключений Макулилис. А где вы куаторду асуча? Шоколадный глаз гуи и куаторбу асуча. Там же гаецун в Норвегии, да, кача. Кэцгивиш, он думай, проблемные нигде не нужны. Дети вы нахрен своей России живите. Войны, да, коучица вашун. Так что, да. Понч ястош, это чак, куих бэй аш. Киев, дай, шимо. Да, дикан, дуэль аршадик. Не сделаем душу, дэйла, да. Вам бы лишь бы хайпанукса. Пиар, просто дэйла их цихи, ети шутхэхам цихи, етаршу. Норвегии, вы наху не нужны. Дэйла, ях цаи, чудух как раз таки. Так, ох, тараде кайны хунца, дичь, шу, я и КПП мета гейрёж, я хундаш дак, дас. Чумтига, ашду, дэй, ахчоти долу, КПП, квартира дала, ахчоти лох, и двадцать тишлу бош. Эх, тунца, ет бош. Дэй, бит белок дам, аху орду, бит телом, аху оршон. Лучше бы нормально чё-нибудь умели бы делать, а не обсирать всю эту жизнь мою. Сюка, чуквас, еска. И видео, что бы хорош, мэтток байлан, царшу дак, дадо гэт, ибо яхтас. Видео, чуквус сарет, ахкатер, дом хирдат, ацедо гэчбэй. Идите, нахуй байга, ашток, да, нахшунхотик, все. Друг друга в трудную минуту подержать, дэчимэтан, аш обсирать, да, шу, кач, дали. Да, ты тьё лишь, божа привыкли бяхахахду, дэня на дождь ду. И вообще, ибрашка, икдон алилоштек. Просто их, цахьета, просто икдон. Еще дэй, эрш, ёй, эээ, дэй, 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 дэй. Просто хань их цахьетем. Дурью маешься, боська. Я тебя понимаю, когда коту делать нечего, он начинает яйца лизать. Когда ты учился здесь в ВУЗе, ты любил всегда на грамотные, интересные темы по юриспруденции говорить. Ну, во-первых, ВУЗе одёшь ватсо. Во-вторых, Сээй, ногчем от амбар, это ж, дурью занимается, что ли, дурью заниматься, что ли, что. Ха, лаай колдов шты, витэр, аес, это аудов штыс вулуо, когда тебе делать нечего, а историю, штура, тэй, дэй, 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 дэйдэй. Дурью маяцца, когда делать нечего. Суды маялый не сун, ты мэй. Это все равно, что пердеть на лужу Вот ваши агрессивные... Ничего у вас в этой части невозможно получиться У вас не военного образования нет Вы сами не можете даже нормально пройти гуськом 500 метров Что вы мне тут рассказываете? Что-то чушь Ну так, аж бежит оматься госун, кроме как того, что вы подстрекли Это питант тисер бедоца Кроме того, что госун В плане насилия, все это применять насилие То это надо делать тогда, когда твой враг слаб А до этого смысла никакого нет Зачем терять людей? Ну, цивилизованным способом Дадишь мета цивилизованным способом Дадишь агур даду да Поэтому, что надо делать вот в таких случаях Надо, конечно, проливать их кровью Чтобы мочить их в сортире Цивилизованным способом Дадишь Сейчас так цивилизованным способом Вообще, на Чечне особо реки Могу вала цивилизованными способами Наше движение существует исключительно благодаря народной поддержке Вкладывать в нас деньги – ваша обязанность С такими словами и начинается каждый пост, призывающий проспонсировать канал Неосведомленные люди переводили деньги на криптокошельки канала Даже не подозревая, на что именно идут их деньги Начнем с примечательного А именно с реакции семьи на пост о сборе денег Девушки отдыхают Смотрите, что я главное Не убедила? Послушайте дальше. Айфоны, икра, носки Томми, Хилфигер – это и есть борьба за свободу и независимость чеченского народа? Довольно интересные подробности на фоне публикаций про угнетенный и бедный чеченский народ. Предметы роскоши всегда интересовали семью, и они всегда тщательно пытались это скрывать. Настолько тщательно, что в сети можно найти все, что угодно – компромат на любого человека, но не декларацию о доходах федерального судьи Сайди Янгулбаева, которую он так прятал. Поэтому сайт канала АДАТ, который по их заявлениям стоил десятки тысяч долларов, упал после простейшей ДДОС-атаки. И само собой, донаты – не основной источник доходов. Абубакар Янгулбаев наладил тесные связи с разными организациями, более чем известными в определенных кругах. В их числе известная нам Елена Милашина, которая работает с каналом, помогает братьям Янгулбаевым, но в качестве благодарности получает от братьев титул шалавы. Досталось и Ольге Садовской, которая пытается оформить загранпаспорта родителям Янгулбаевых, чтобы вывезти их в Норвегию. Досталось и Ольге Садовской, которая пытается оформить их в Норвегию. Который даже не подозревал, что Абубакар Янгулбаев использует его как дойную корову. И вишенка на торте – Freedom House. Американская организация, прославленная поддержкой цветных революций и подвергаемая критике за необъективную деятельность во всем мире. Типичная контора, продвигающая свободу и демократию не в странах с нарушением прав человека, а исключительно в богатых нефтью местах. И именно она официально спонсирует клан террористов. Они предложили те условия, которые они имели. Вам еще тогда говорили, когда вы будете писать эти суммы, значит, что это налоги, это деньги налогоплательщиков больше. Основная идеология канала, по их собственным утверждениям, – установление шариата. Однако, подобное мало чем напоминает шариат. А одни из членов террористической группировки, занимающиеся избиением туристов, отмыванием денег, финансовыми махинациями и призывами к осуществлению государственного переворота, возглавляемые российским судьей, все еще находятся на территории России, как и сам ее непосредственный главарь. Продолжение следует...